Слабым звеном в нашей сборной могут стать уже не 8 спортсменов, а больше. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. По его словам, Отечественные спортивные федерации уже погрузились в подробности биографии участников предстоящих Олимпийских игр. Напомню, Международный Олимпийский комитет смелостивался над российской командой с непреложенным условием. Все, когда-либо замешанные в допинг-скандалах, ехать не должны. Многие спортсмены из разных стран говорят о том, что, может быть, это правило сделать универсальным, почему только российские спортсмены таким образом должны быть наказаны. Здесь, в принципе, конечно, этим нарушается принцип равенства, но, поскольку все-таки все это делается на фоне доклада ВАДа, доклада комиссии Макларена, тех проблем, которые есть с допингом в российском спорте, Мак принял такое решение. Хорошо, что вообще, едем убежден, легендарный российский пловец Александр Попов. Он говорит, что отстранили легкотлетов, стало для нашей сборной наименьшим злом. Мы вообще изначально были в очень непростой ситуации. И то решение, которое было принято Международным Олимпийским комитетом, даже с оговоркой на какие-то вещи, я считаю, это уже победа. Это уже победа. То есть были варианты и шансы, скажем так, вообще не выступать и быть отстраненными. А теперь очередной выпуск, такой выпад от германских коллег-журналистов. Нелестный ярлык повесил издание Бильтона главы Международного Олимпийского комитета Томаса Баха за его соломонного решения. Спортивного чиновника назвали, цитата, «Пуделем Путина», намекая на его добрые отношения с российским лидером. Эту дружбу, считает газета, Бах поставил выше интересов чистого, опять же, по их мнению, спорта. Ранее, напомню, Бильт торжественно зарекся не писать ничего о достижениях россиян в Рио и не включать их результаты в общий зачет. Однако в этом споре не все за рубежом столь категорично поддерживают только одну сторону, то есть сторону ВАДА. Президент Международной Федерации Хоккея Рене Фазель обрушился с критикой на Всемирное антидопинговое агентство. Можно сказать, уличил его во лжи. Не все написанное в докладе главой ведомства Макларена основано на реальных фактах, убежден Фазель. Он упомянул о троих российских представителях стрелкового спорта, чьи допинг-пробы, если верить ВАДА, исчезли. И заявил, что это неправда, а спортсменов не сквалифицировали по всем правилам. Недопуск на Олимпиаду еще не конец карьеры. Во всяком случае, для Виталия Мутко, пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков заявил, что российский министр спорта останется на своем посту. Ранее стало известно, что Мутко отказали в аккредитации на игры в Рио-де-Жанейро. На открытие соревнований от российского руководства не поедет не только Мутко, но и Владимир Путин. Только для президента это его личное решение. Такой поездки в графике главы государства нет, констатировал Песков. А кроме того, пока неизвестно, посетит ли он вообще какое-либо состязание в бразильском городе. Елена Исенбаева будет бороться. Двухкратная олимпийская чемпионка по прыжкам в шестом намерена обжаловать свое отстранение от игры в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщил ее тренер Евгений Трофимов. По его словам, спортсменку больше всего возмутила пассивная реакция российской стороны. Исенбаева назвала ее, цитата, нулевой защитой и добавила, что теперь победа в Рио любого спортсмена в ее виде спорта будет нечестной. Кто бы не победил в мое отсутствие, это будет второе место, заявила прославленная прыгуния. Напомню, 21 июля спортивный арбитраж швейцарской Лозанни объявил решение отклонить заявку 68 российских легкоатлетов на участие в Олимпиаде. Были даже опасения, что Международный олимпийский комитет закроет в Бразилию для всей сборной нашей страны целиком. Однако МОК умыл руки и оставил этот вопрос на усмотрение международных федераций.